Вся Европа, весь мир и так знает, что работники эстрадного жанра представляют власть в нашей стране. Для Европы это нонсенс, чтобы люди без политического опыта, без дипломатического опыта, без государственного опыта, без государственного мышления занимали такие посты в государстве. Это нонсенс. Они и так относятся к нам снисходительно. Я не приемлю, когда вижу, как Макрон не выходит на совместную пресс-конференцию, как не выходит Меркель, какими словами это сопровождается, как Байден после переговора с Путина позвонил всем о Зеленскому только через двое суток, но это более чем яркие сигналы. Вы думаете, мне это как украинцу приятно, несмотря на то, что я не разделяю политику Зеленского? Нет, конечно. Ведь он позорит наше государство, по сути. Вот это отношение через призму украинской власти к нам, украинцам, трудолюбивым, умным, адекватным людям, оно, конечно же, оставляет желать лучшего. Я очень надеюсь, что этот период в нашей истории очень скоро закончится. Дорогие друзья, давно же очевидно, что ни Европа, ни Соединенные Штаты не будут воевать с Россией за Украину. Наше тогда предназначение-то в чем? Более того, Максим, наше предназначение стать мостом, объединяющим Европу и Российскую Федерацию. Это есть его предназначение. А Зеленский, я думаю, не думает. И уже понимая и баллотируясь на этот пост, обещая мир и все остальное, он понимал, что политика Порошенко ошибочна. Но сейчас он является его клоном. Электоральным клоном, идеологическим клоном, ну и по сути экономическим клоном. Сейчас, когда повылазят все коррупционные скандалы, вы поймете, что это такой же мародер, как и Порошенко. И ничем они не отличаются. И рядясь в патриотические одежды и лозунги просто грабят нашу страну.